Очень красивый дебют старшей школы. Пока минуту мы ждем смену декораций, я хочу сказать старшеклассникам, что у нас... Ребята, тишина. У нас великолепно вообще идет фестиваль. Если говорить о средней школе, ну а о младшей ее ступени, ребят, которых мы не видели, то у нас великолепно уже сыграл спектакль шестой класс А. Они выступили с великолепной постановкой Тома Сойера, мы увидели в их исполнении. Очень хорошо вчера, замечательно, два пятых класса сыграли свои спектакли. Пятый А показал Али Бабу из «Сорока разбойников», пятый Б показал «Кашу из топора». И каждый раз, когда мы смотрим на ваши спектакли, каждый раз мы радуемся, восхищаемся тому, насколько же вы талантливы, насколько же здорово и с душой вы уже все это умеете делать. Это очень здорово. Так, ну что, готовы 9-й Б? Ребята, все в порядке? Готовы? Последнее приготовление, секунда, просим внимания у зала. Ну что ж, внимание, на сцене «Русалка» Александр Сергеевич Пушкин. За адрес. Ох, кто-то, все вы, девки молодые, все дуры вы. Уж если подвернется к вам человек завидный, непростой, так должно вам его себе упрочить. А чем? Разумным, честным поведеньем, заманивать то строгостью, то лазрой. Порою из-под волябиняком о свадьбе заговаривать о пуще, беречь свою девическую честь. Бесценное сокровище. Она, что слово, раз упустишь, не воротишь. А если нет на свадьбу уж надежды, то все-таки, по крайней мере, можно какой-нибудь барыш себе или пользу родным да выгадать. Подумать надо, не вечно будет он меня любить, да баловать меня. Да нет, куда вам помышлять о добром деле. Кстати, вы то, что свреете, вы рады исполнить даром прихоти его, готовы целый день висеть на шее у милого дружка. А милый друг мягкий пропал и след простыл, а вы остались и ни с чем. Все вы глупы. Не говорил я тебе сто раз, эй, дочь, смотри, не будь такая дура, не прозевай ты счастья своего, не упускай ты князя, да спроста не погуби самой себя. Что ж вышло, сиди теперь, да вечно плачь о том, чего уж не воротишь. Почему же ты думаешь, что бросил он меня? Как почему? Да сколько раз бывало, неделю к нам на мельницу езжал, а? Каждый божий день, а иногда и дважды в день, а там все реже, реже стал приезжать. И вот девятый день, как не видали мы его, что скажешь? Он занят, мало ли у него забот, ведь он не мельник, за него не станет вода работать. Часто он твердит, что всех трудов его труды тяжелят. Да, верь ему, когда князья трудятся, и что их труд травить лисиц до зайцев, допировать, да обижать соседей, да подговаривать вас, бедных дур. Он сам работает куда как жалко, а за меня вода. А мне покоя ни днем, ни ночью нет, то здесь, то там нужна еще починка, где гнинь, где течь. Вот если б ты у князя умела выпросить на перестройку, хоть несколько деньжонок, было б лучше. Что такое? Че, я слышу топ от его коня! Он, он! Смотри же, дочь, не забывай моих советов, помни. Вот он, вот он! Здорово, милый друг, здорово, мельник, милостивый князь! Давно, давно очей мы ваших светлых не видали. Пойду я вам готовить угощение. Ах, наконец-то вспомнила обо мне. Не стыдно ли тебя пугать так долго и своим штанем? Чего мне в голову не приходилось? Каким себя страхом не пугала? Ты думала, что конь тебя занес в болото и пропасть? Что медведь ремо, лесу прям лучем одарила? Что болен ты, что разлюбил меня? Ну, слава богу, жив ты, невредим, и любишься по-прежнему меня. Не правда ли? По-прежнему мой ангел. Нет, лучше прежнего. Однако ты печален. Что с тобой, лицесс? Я печален. Нет, тебе так показалось. Я счастлив всегда, когда тебя лишь вижу. Нет, когда ты весел, издалека мне спешишь и кричишь, где моя голубка, что делает она? А там целуешь и выпрошаешь. Рада ли я тебе? И ждала ли тебя так рано? А нынче, слушаешь, ты молча, не обнимаешь, не целуешь в очередь. Ты чем-нибудь стревожен, верно? Чем же? Уж на меня не сердишься ли ты? Да, да, ладно. В сердце я нашу печаль тяжелую. И ты ее не можешь ни ласками, любовными рассеять, ни облегчить, ни разу разделить. Ну, как мне не грустить с собой, огною грустью? Тайну мне поведай. Позволишь, буду плакать? Не позволишь, ни слезку тебя не досажу. Зачем мне медлить? Чем скорее, чем лучше. Мы, милый друг, ты знаешь, нет на свете блаженства прочного. Ни знатный род, ни красота, ни сила, ни богатство. Ничто беды не может миновать. И мы, мой милый ангел, не правда ли, мы были счастливы. По крайней мере, я счастлив был тобой, твоей любовью. И что вперед со мной не случится, где-то ни был я, всегда я буду помнить о тебе, мой ангел. Того, что я теряю, ничто на свете мне не заменит. Я слух твоих еще не понимаю, но уж мне страшно. Нам судьба, которая грозит неведомой о горе, разлуку может быть. Ты угадала. Разлука нам судьбу отсуждена. Кто нас разлучит? Разве во след идти я не властна? Я мальчиком оденусь. Верно буду служить тебе в походе, дорогой в походе или на войне. Войны я не боюсь, лишь видела б тебя. Нет, нет, не верю. Или ты мои выведать-то мысли хочешь, или со мной в пустую шутку шутишь. Нет, только мне на ум идут сегодня. Введывать тебя не нужно мне. Не снаряжаясь я ни в дальний путь, ни на войну, я дома остаюсь, но вынужден с тобой на лес проститься. Постой, теперь я понимаю все. Ты женишься. Ты женишься! Что делать? Сама ты рассуди. Князья невольны, как девицы. Не по сердцу они себе берут подруг. А из-за выгоды других людей, из-за выгоды чужой. Утешься, не дружись. Ты упечалить, аж у Бога время. Дай на память повязку, сам тебе надену. Еще с собой привез я ожерелья. Да, вот еще. Суя посулил. Отдай мне мне. Прощай. Постой. Тебе должна сказать, я не помню что. Припомни. Для тебя я все готова. Нет, не то. Постой, это не может быть, чтобы навеки ты мог со мной проститься. Все не то. Да, вспомнилось. Сегодня у меня под сердцем твой ребенок шевелился. Несчастная, как быть. Для него побереги себя. Я не забуду ни твоего ребенка, ни тебя. Со временем, быть может, сам приеду вас навестить. Удержься, не крушись. Твою печаль утешит Бог. И время. Да, я в нем у тебя в последний раз. Прощай. Кончено. Я буря ждал. Но дело обошлось довольно быстро. Неугодно ли будет, пожалуй, на мельницу? Да где же он? Скажи, где князь наш? Ба, какая повязка. Вся в каменьях дорогих. И так горит. А бусы. Ну, скажу. Подарок царский. Ах он благодетец. А это что, мошонка? Уж не деньги. Да что же ты стоишь? Не вымолвишь словечко. А ли ты от радости нежданная дырела? Или на тебя столкняк нашел? Не верь. Не может быть. Так его любила. Вел зверь. Сердце у него косматное. Ком ты говоришь? Скажи, родимый, как могла его я прогневить? Или в одну неделю разве моя краса пропала? Или его отравы отмойили? Что с тобою? И как добрый человек он мог со мной прощаться и мне дарить подарки, каково, и деньги. Выкупить, и он вздумал. Он мне хотел язык заселебрить, чтобы не прошла о нем дурная слава и не дошла до молодой жены. Да, бишь, забыла я тебе отдать. Вот это серебро он делял за то, что был хорош, что для него, что дождь за ним пускал таскаться, что держал нестрого. Впрок тебе пойдет моя погибель. До чего я дожил? Что Бог привел услышать? Грех тебе! Так горько упрекать отца родного. Одно дитя ты у меня на свете, одна от радост старости моей. Как было мне тебя не баловать? Бог наказал меня за то, что слабо. Я выполнил отцовский долг. Ох, душно! Змеей мне шею давит! Змеей, змеей, я буду лон меня, а не жемчугом! Опомнись! Вот мой венец, венец позорный. Вот чем нас венчал лукавый враг, когда я отреклась от всего, чем прежде дорожила. Мы развенчались! Сгинь ты, мой венец, теперь все кончено. Горько! 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 Веселую мы свадебку сыграли. Ну, здравствуй, князь, княгиня молодой. Дай Бог вам жить в любови, да совете. А нам у вас почаще пировать. Ну что же, вы красные девицы, вы примолкли? Ну что же, вы белые лебедушки притихли? А ли все песенки вы перепели? А ли горлышки от пени пересохли? Красавица, да это что за песня? Она, окажись, не свадебная. Нет. Кто выбрал эту песню, а? Не я, не я, не мы. Да кто ж пропел ее? Я знаю, кто. Скорее, выведи ее. Она сюда прокралась. Сведы, кто смел ее сюда впустить? Она, пожалуй, готова здесь наделать столько шума, что скидание буду знать, куда ей спрятаться. Я не нашел ее. Ищи, ищи. Ищи, ищи, ищи. Ищи, ищи, ищи. Голову и в ноги так и бьет. Жаль Горик. Вот свастить его б не худо. Горик! Ну что, я не нашел ее нигде. Мальчишки. Никакой музыки. Не время ли нам с неденем выдать музу? Ты молодых дверях осыпать хмелем? Вести мы время. Дайте, что-то. Нет. Где чарочка? Всю ночь подоснами я буду разъезжать. Так укрепиться мне вином не худо. На, кушай на здоровье. Ох, спасибо. Все хорошо, не правда ли? Обошлось. Все хорошо. Одно нехорошо. А что? Да не к добру пропели эту песню. Не свадебную, а бог весь какую. Уж эти девицы. Никак нельзя им не попроказить. Статочное ли дело мутить нарочно княжескую свадьбу? Пошел садиться на коня. Прощай, куман. Ох, сердце не на месте. Не в пору сладили мы эту свадьбу. Чу, кажется, трубят. Нет, он не едет. Ах, мамушка, как был он женихом. Он от меня на шаг не отлучался. С меня очей бывало не сводил. Женился он, и все пошло не так. Теперь меня ранешенько разбудит. И уж велит коня себе седлась. Да дона чепух ведает, где ездит. Вернется, чуть ласковое слово промолвит. Нет, чуть ласковую руку По белому лицу меня потребует. Княгинюшка. Мужчина, что петух. Кирику-ку, мах-мах, крылом и прочь. А женщина, что бедная на сетке. Сиди себе, да выводи цеплят. Пока жених, уж он не насидится. Не пьет, не ест, глядит, не наглядится. Женился, и заботы настают. То надо на соседей навестить, То на охоту ехать с околами, То на войну нелегкое несет. Туда-сюда, а дома не сидится. Когда услышал бог мои молитвы И мне послал детей, Сумела в ночь к себе к яму же привязать. Полон двор охотниками, Ну ж домой приехал. Что ж его не видно? Что князь сделал? Остался один. Князь приказал домой отдыхать нам. А где ж он сам? Остался один в лесу на берегу Днепра. И князя вы осмелились оставить Усердные в услуге. Сейчас назад, сейчас к нему скачите. Сказать, что я прислала вас. Боже мой, И ночью, и дикий зверь, и лютый человек, Меший бродит, долгой до беды. Беги, зажги, быстрее свечу перед икором. Бегу, мой свет, бегу. Бегу, мой свет, бегу. ПЕСНЯ 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 Он помешан, мысли в нем рассеяны, как тучи после буря. Зачем вечер ты не приехал к нам? У нас был пир, тебя мы долго ждали. Кто ждал меня? Кто ждал вести его дочь? Ты знаешь, и она вся смотрит сквозь пальцы. И волю вам дают. Сиди она с тобой хоть всю ночь за петухом, ни слова не скажи. Возможно понять тебя, старик. Ты здесь или с голоду умрешь, или зверь тебя заест. Не хочешь ли пойти со мной, в терем, жить со мной? В твой терем? Нет, спасибо. Заманишь? А потом меня, пожалуй, издают с ожерельем. Здесь я жив, и сыт, и волен. Не хочу в твой терем. И этому все я виною. Страшно ума лишиться. Лучше умереть. И мертвеца глядим мы с уважением. Творим о нем молитвы. Смерть равняет нас с каждым. Но человек, лишенный ума, становится не человеком. Вот он. Насилу-то его сыскали. Зачем вы здесь? Нигде не нас послала. Она боялась за тебя. Снос на ее заботливость. Илья, ребенок. Что, шагу не могу ступить без няньки? Что, сестрица, в поле чистом не должна отлить скорей? Леском, могут ему свистом не пугнуть их камней? Поздно, роща потемнение, холодеет глубина. Петухи в селе пропели, закатилась луна. Погоди, лиха, сестрица. Нет, пора. 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 Ожидает нас царица, наша строгая сестра. Дела оставьте, сестры, солнце село. Луна столба влестит над нами. Полно. Пловите вверх под небом поиграть. Да никого не трогайте сегодня. Ни пешехода щекотать не смейте. Ни рыбакам их небо дотягчать дровой и тиной. Не ребенка в воду заманивать рассказами о рыбках. Где ты была? О, на землю выходила я к дедушке. Все просит он меня со дна реки собрать ему те деньги, которые когда-то в воду промаху бросал. Я долго их искала. А что такое деньги, я не знаю. Однако же я вынес на ему пригоршки раковины самоцветных. Он очень был враг. Безумная скряга. Послушай, дочка, нынче на тебя надеюсь я. Сегодня к нам на берег придет мужчина. Стереги его и вытяни его. Он нам близок. Он твой отец. Тот самый, что тебя покинул и на женщине женился. Он сам. К нему нежнее приласкайся и расскажи все то, что ты знаешь про свое рождение. И по мне, если спросит он, забыла ли я его или нет, скажи, что помню и люблю, как прежде, и жду к себе. Ты поняла меня? Поняла. Ступай, ступай. С той парень, как просьбой, как просьбой. Прекрасной, вольной юности моей, любимую, но горестную повесть. Здесь некогда любовь для меня встречала, свободная, кипящая любовь. Я счастлив был, безумец. И как я мог так медленно от счастья отказаться? Печально, печально, печально. Что я вижу? Откуда ты, прекрасное дитя? Я прислана к тереме не уйдясь от матери моей. Кто ж она? Та самая, которую когда-то любим ты и покинешь. Как? Возможно ли она жива и помнит обо мне? Не только помнит, любит, как и прежде. Теперь она Днепровский хвост царица, и мне велела звать тебя в свой терем. Ах, если б знал ты, как у нас привольно. Она сказать велела непременно, что будет ждать тебя. Что со мной? Как сердце бьется. Где ж она? Я отведу тебя. Вези скорее. Браво! 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 Столбинелый хотел продолжение. Молодцы, ребята, подходите, пожалуйста, сюда. Аплодисменты девятому Б. Браво! Браво! Девчонки, пожалуйста, спуститесь вниз. Спектаклю девятого Б помогали две девчонки седьмого А. Все еще, слава. Браво! Спасибо. Пусти ее князь. Браво! Вот так. Ну что ж. Пожалуйста, фотография. Ну что вам можно сказать? Это блестяще. Просто удивительно. Мы сегодня посмотрели два потрясающих спектакля. Просто потрясающих. Совершенно разных. В разных по времени, разных по стилистике, по жанру. Но их объединяет одно общее. Они невероятно талантливо сыграны. Спасибо вам большое. Большое спасибо. Вы огромные молодцы. И мне кажется, что на школьной сцене взошли новые театральные звезды. Сегодня мы их все увидели. Ну что ж. Очень приятно. Я вас поздравляю. Я поздравляю девятый А и девятый Б. И хочу сказать огромное спасибо, товарищи мои дорогие. Дети у нас, конечно, гениальные. Но для того, чтобы дети вот так себя реализовывали на сегодняшний день, им очень-очень сильно помогают две любящие мамы, классные руководители Ольга Анатольевна Татьяна Викторовна. Смотрите, даже не хочется уходить, да? Ну тогда краткий анонс завтрашнего дня, если позволите. Значит, завтра у нас, ребята, у нас есть маленькие изменения. Значит, во-первых, я прошу научиться читать. Это такое полезное качество, да? Там на первом этаже, на белых стендах, вот я вывешиваю наши планы, да, объявления. Вот я просто обратила внимание, каждый день народ подходит. Так, что завтра, что будет, что, как, как, когда? Все висит, никто ничего не видит, но неважно. Значит, завтра некоторые изменения. Значит, завтра у нас на четвертом уроке выступают малыши второй класса, два третьих класса. И на шестом уроке завтра мы увидим три, я надеюсь, очень интересных спектакля. Завтра мы увидим седьмой класс А, седьмой класс Б и восьмой класс А. Мы встретимся вновь в этом зале и, надеюсь, что нас ждут очень интересные спектакли. Спектакль десятых классов завтрашнего дня немножечко перенесен на следующую неделю, так же, как и спектакль одиннадцатого А. Ну что ж, всем спасибо, мальчики взрослые.